Всем привет! К нам пришла весна, прилетели скворцы, уже по утрам чирикают, засветило солнышко, потеплело, днем у нас уже плюсовая температура, а ночью все равно подмораживает, потихоньку все тает. Часть розария уже раскрылась, часть вот видите, еще под снегом, вот торчит торец, все остальное там снегом, а вот эта полоса у меня уже открылась. Я уже из своего любопытства могу посмотреть, что же там происходит внутри, как они перезимовали, как эти морозы большие перенесли в эту зиму. Вот так вот я их накрываю целлофаном, но целлофаном, конечно, не очень хорошо накрывать для тех, кто живет рядом с розами, а лучше укрывать тогда двойным слоем спонбонда. Вот тут вот у меня вот целая сторона полоса, укрываю я их большими туннелями, чтобы им было теплей и пригибаю их как можно ниже к земле. Вот откроем, камушки уже отдали, еще ледяные. Вот они. Посмотрим, что там у нас. Это розочка Гирлянд де Амур. Мускусный гибрид, беленьким цветет. Здесь вот у меня были зачеренкованы тоже розочки. Даже уже не помню, какой сорт, а тоже Гирлянд де Амур. Она же. Вот. Можно увидеть, как они тут у меня перезимовали. Вот один почернел. Снизу пошел чернеть. Выбросим. Так, а остальные? А еще зелененькие. Уберу лишние листики, которые сухие. Накрой бутылкой, пускай дальше там укореняются, приживаются. Вот они плети, все зеленые. И молодые побеги, тоже зелененькие, с набухшими почечками. Вот еще даже, смотрите, вот зелененькая веточка, которую я укладывала. Вот были молоденькие листики. Вот так они молоденькие вот и остались. Даже не почернели листочки. Здесь у меня зимовал шрабик Ютерсон Розинканижин. Этой розы плети зелененькие, с почечками хорошенькими, крепенькими. Такие уже вот-вот и в рост пойдут. Позволила нам погода. Уже растал снег. Мы открыли и вовнутрь тоже снега наложили, чтобы было повлажнее. Вот она все идет. Вот она такая вот большая. Там было ее основание. Это вот ее верхушечные побеги. Вот я что смогла по осени обрезала. Оставляла по 2-3 почечки у веточки. Вот они такие вот зелененькие. Вот это вот у меня здесь розочка Инесса Стре. Вот я ее положила навстречу друг дружке. И вот она тоже зелененькая. Зелененькими почечками. Сверху вот дождик чуть-чуть на нее уже капает. Но вот у основания есть какие-то немножко бордовые пятнышки. Но это скорее всего из-за того, что перепады температур были. Здесь у меня зимовала розариум ютерсон. Розочка это тоже шрабик. Я стараюсь ее сохранять все плетья. Вести ее как можно выше. Чтобы цветов было как можно больше. Вот получаются веточки ее с почечками тоже. Она зелененькая. Почечки в хорошем состоянии. Такие вот красненькие. Тоже большой уже кустик. У меня уже много лет растет. Это у меня роза корнесодственная. Из череночка я ее вырастила. Вот они такие с краешку. Так вообще вот самые кончики побегов. Там вообще уже почечки хорошенькие. Но вот еще чуток потеплеет. Почечки эти тронутся в рост. И тогда мы будем уже их поднимать. И к опоре привязывать. Вот прошел дождик. И Леонардо да Винчи стал вообще такой яркий. Веточки стали насыщенно зеленого цвета. Это вот уже неделька прошла, как я первый раз их смотрела. Вот такие вот они. Смотрю только одна веточка, где было неплотно прижато укрытие к земле. Вот она немножко коричневая такая вот. Вот она такая. А все остальные веточки все зеленые. Одна веточка это не страшно. Все остальные зеленые. Уже целлофанчик я уже практически сняла. Вот и туда плавненько пошел переход у нас на фламентанс. Так. Вот и фламентанс у нас уже. Неделька как дышит. Свежим воздухом. Дождик на него капает. Снежок мокрый идет. Тоже ему достается влага. Но видно, веточки перезимовали тоже хорошо. Вот эта розочка лаваглюд, я ее на зиму не укрыла. Здесь в дорожке всегда счищается много снега. И она была по самые уши, даже можно сказать с головой, укрыта снегом. Но пока говорить о ней рано, потому что побеги они не чисто зеленые, а немножко такие с коричневым таким отливом. Такие темные. Вот как мне кажется, на срезе они будут некрасивые. Но посмотрим, когда буду обрезать, посмотрим. Ну, пока вроде вот только верх такой вот темно-коричневый. Книзу уже более зеленые. Это флорибунда, поэтому ей не особо страшно, если она подмерзнет. И если даже снизу станется две почки, да, оно зацветет немножко попозже. Но все-таки кустик не пропадет. И тем более, это у меня розочка корни собственные. В земле, я думаю, почки все равно остались. Вот поближе посмотрим, как дела обстоят. Пока не особо заметно. Покажу еще одну розочку, которую я не укрывала. Она тут вдоль дорожки растет. Ее так гортензия прикрыла, как говорится, и все. Это розочка, подаренная мне в вазончике. Как комнатная роза. Вот, которая в гипермаркетах продают. Вот это вот когда-то муж такую подарил. И вот я сюда их высадила две у меня, там одна еще под снегом. Ну вот, она у меня тоже тут под снегом зимовала, не укрытая. Хоть и снег был, но вот веточки. Вот они сверху коричневые. Потом, конечно, к основанию куста они становятся ярче-ярче, зеленее. Пару почечек, наверное, останется от земли. Ну и больше и не надо. Она мне здесь устраивает карликом. Я ее не укрываю. На сегодня у меня все. Всем пока-пока. Надеюсь, до скорой встречи.